Всем привет! Мы любим отдыхать больше, чем работать, потому что работать it's so boring. И поэтому бывают такие моменты у нас, когда мы понимаем, что мы уже совсем дошли до ручки, и поэтому нужно срочно залезть на какой-нибудь туристический сайт, посмотреть какие-нибудь горячие предложения, также посмотреть билеты на самолет, купить тур и свалить, наконец. Другое дело, что мы предпочитаем отдыхать где-нибудь, ну, за пределами нашей родины, ну, просто потому что интересно посмотреть на другую культуру, на другую природу, на всякие пляжи, наконец, на людей, и вот с этими людьми нужно как-то изъясняться. И поэтому, если вы хотите быть понятыми, и чтобы вы понимали, что там говорят, что там написано хотя бы, например, да, то это видео как раз специально для вас, оно будет полезно для тех, кто собирается в путешествии. Естественно, все начинается с того момента, когда вы только заказываете себе билеты, бронируете гостиницы и так далее, и здесь всплывают несколько слов, которые нужно знать перед отпуском, такие как но прежде всего, чем приступать ко всему этому, нужно понять, чего вы хотите. Все люди делятся на два типа. Первый – это те, кто практически не планирует свой отдых, которые в последний момент все решают, ну, и типа там, будь как будет. И есть второй тип людей – это которые планируют все заранее. Вот я, кстати, к ним отношусь, ну, просто для того, чтобы в отпуске не возникало уже никаких там факапов. Кстати, есть еще одно похожее слово на факап – это колкап. И если вы не смотрели наше видео про вот эти приставучие слова-паразиты, то обязательно найдите на нашем канале, посмотрите, ну, и поставьте лайк. Вернемся. Я как раз из второго числа людей, которые любят, чтобы было спланировано все заранее, просто потому, что я не хочу, чтобы моя голова на отдыхе была еще чем-то забита, кроме отдыха и вот этой безграничной свободы. Я однажды ездил в Австрию кататься в Альпе на сноуборде. Я туда добирался, ну, достаточно долго, но это было большое приключение. О нем обязательно расскажу. И вот как я себе это объяснил. Я читал ваши комменты под некоторыми видео, что было бы временами неплохо переводить, что я вообще говорю на английском, тем более, если это очень быстро получается. Так вот, я только что сказал, что я люблю сноуборд, и я никогда не был в горах, и было бы как бы неплохо совместить все вот эти экстремально спортивные активности воедино и таким образом отдохнуть. Отдых бывает разным, можно лежать на пляже, можно по горам, карабкаться, и поэтому определитесь вначале перед отпуском, чего вы от него хотите. Take a sun bath, то есть принимать солнечные ванны. Laying on a beach, то есть лежать на пляже. Или вы, например, из тех, кто любит вначале немножко позагорать. Get a little tan and do something else to see the sights of the city. То есть потом посмотреть какие-то городские достопримечательности. Или же вы, наоборот, a very big fan of outdoor activities, то есть вы любите активно проводить свой отдых, и тогда моя история будет вам, возможно, интересна. Ну а чего кривить душой? Иногда полезнее просто отключить мозг, а вместе с ним и все гаджеты, и просто 10 дней ничего не делать, валяться на пляже и думать о море. Кто не помнит этого великолепного фильма? Я убежден, что море должен увидеть хотя бы один раз, но каждый в своей жизни, иначе о чем потом можно говорить. Итак, вы уже поняли, чего вы хотите, и дальше начинается самое волнующее и интересное, то есть когда вы начинаете паковать свои чемоданы и собираться ехать в аэропорт. И поэтому несколько слов, которые стоит запомнить перед этим. Departures – отправление. Check-in – регистрация на борт. Ну или в некоторых случаях можно пройти заранее регистрацию, онлайн-регистрацию. Она будет называться как online check-in. Если вы в аэропорт приехали очень сильно заранее, то вам нужно искать package, deposit and pickup, то есть иначе камера хранения. Хотя будьте внимательны, некоторые компании предоставляют эту услугу за дополнительную стоимость, и поэтому вот еще несколько слов. Additional cost или additional charge или additional fee, что значит дополнительный сбор. Value added, то есть добавочная стоимость. А сама фраза на английском будет выглядеть так. Some of these services have an additional charge. Перед посадкой в самолет вы обязательно еще увидите такие фразы. Cabin baggage, то есть ручная кладь. Cabin baggage allowance, то есть соблюдение параметров ручной клади. И обязательно будет еще напоминание. If it doesn't fit in, you should check it in. То есть если под параметры ваша ручная кладь не подходит, то вам нужно ее зарегистрировать. А также есть другие требования, например, one piece per passenger, то есть одна единица багажа на пассажира. Далее вы, если прошли регистрацию онлайн, можете проходить к стойкам drop-off, где вы можете просто, ну как бы, скинуть ваш багаж и идти спокойненько дальше на посадку. Такие стойки в аэропортах могут указываться на специальных табличках. Self-pack drop. Что значит самостоятельная регистрация багажа, но при этом может быть указано only one piece, то есть одна единица багажа. И здесь вам могут задать такой вопрос. Do you have one bag to drop? То есть у вас только один предмет багажа. И вы тогда можете сказать, если все хорошо, yes. Второй вопрос, который может быть вам задан. Does it conform to the weight limit? То есть всем ли ограничениям по весу соответствует ваш багаж? И если ответ положительный, тогда все хорошо, и вы можете проходить дальше. Чем хороша онлайн-регистрация? Ну, во-первых, вы можете вначале skip the queue, то есть быстренько перепрыгивать очередь, and save your time, то есть сохранить свое время. Ну, а к самолету ведут различные гейты, поэтому ваш следующий шаг you need to find your gate and get on board. Ну и в самолете уже куча других развлечений. Во-первых, сам полет, шоу стюардесс, еда, напитки и прочее. Вот спустя несколько часов вы прилетели в место назначения, и дальше вас ждет уже свежая порция слов, которые тоже необходимо знать. Первое из них – toilets. Ну, я думаю, что вы все знаете перевод этого прекрасного слова. Следующее слово – arrivals, то есть зона прибытия. Baggage reclaim – зал выдачи багажа. Далее в аэропорте вы можете уже встретить такие таблички. Collect your luggage before leaving the arrival lounge. То есть забирайте багаж, прежде чем вы выйдете из зала прилета. Следующая фраза – re-entry is strictly forbidden, что значит выходить и заходить опять строго запрещено. А если так случилось, что ваш багаж пропал, то ваше все в данную секунду – это бюро находок. Lost and found. Вы знаете, у меня был такой случай. Я летел из Барселоны в Хельсинки, и дальше уже садился на автобус, и из Хельсинки ехал в Петербург. Так вот, по прилету в Хельсинки мой багаж потеряли. И это были уникальные 15 минут отборной, какой-то ругань и выяснение отношений и так далее. Я все это говорил практически без пауз. Такого у меня в жизни раньше не было. Ну, я имею в виду вот такой ругань. Тем не менее, это прикольный опыт, но все же я никому не желаю терять свой багаж. Никогда. Знаете, прикольные фразы можно увидеть в аэропорту по прибытии. Например, такую. Please respect the residents. То есть уважайте жителей, которые в этой стране живут, граждан этой страны. Ну, вы наверняка знаете и встречались с такими случаями, когда вот русские приезжают куда-то и начинают там орать на весь аэропорт, потом на всем пляже все знают, что это русские рядом с вами лежат. Ну, вы знаете. И помните, что даже с минимальными знаниями английского языка уже будет находиться за границей проще. Поэтому прямо сейчас запишитесь на бесплатный вводный урок в онлайн-школе английского English. Занятия каждый день по 15 минут. Это очень быстро, интересно, познавательно, продуктивно и, самое главное, эффективно. При записи прямо сейчас спецкурс в подарок. Ну и ссылка находится в описании под этим видео. И там же поставьте лайк обязательно. Так вот, вернемся к моей поездке в Австрию. Итак, я летел через Мюнхен. То есть я прилетел в аэропорт Мюнхена, быстренько взял свой багаж, ну и у местных жителей спросил How can I get a train? Потому что мне нужно было сесть в поезд, чтобы сразу оттуда и поехать. В итоге они мне объяснили, где. Я добрался до такого красного цвета кассы. В ней сидела приятная очень тетенька. И у нее дальше я уже стал узнавать другие детали моей будущей поездки. И дальше я у нее уже спросил I need a ticket to Virgla, Austria. So what is the nearest train and what is the price? То есть я спросил, как доехать до Вергла, который находится в Австрии, какой ближайший поезд и какова цена билета. На всякий случай лайфхак. Если вдруг вы не поняли, какую сумму за билет вам только что устно сказали, то обратите внимание на кассовый аппарат. Там есть такой экранчик, на котором и показана нужная сумма. А лучше всего посмотрите заранее, сколько могут стоить билеты, потому что стоимость билетов на поезд может отличаться от времени суток, даже от даты прибытия, ну и от многих других факторов. Поэтому на всякий случай проверьте все заранее. Таким образом, я взял билеты и поехал уже в заснеженную Австрию, где, в свою очередь, нужно пользоваться уже какими-то другими английскими выражениями и фразами, чтобы быть понятым и чтобы мне понимать, что говорят в ответ. Об этом в нашем следующем видео. So stay cool, see you later, bye! Субтитры сделал DimaTorzok